Эта неделя станет завершающей в уборке зерна с полей республики. И это на месяц раньше, чем в прошлом году. На темп повлияло значительное обновление парка техники, отмечают в Министерстве сельского хозяйства. С начала года хозяйствами республики приобретено 887 единиц сельскохозяйственной техники. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сегодня на полях республики работают 234 новых трактора, 39 зерноуборочных и 7 кормоуборочных комбайнов. По данным сельскохозяйственных организаций и крупных фермерских хозяйств, обмолочено 292 тысячи гектаров зерна. А это 97% к плану уборки. Лидеры по урожайности – Алатарский, Канарский и Яльчикские районы. По данным регионального Минсельхоза, зерноперерабатывающими предприятиями республики закуплено более 48 тысяч тонн зерна. В том числе от производителей «Чуваши» более 22 тысяч тонн. По состоянию на 27 августа цены на пшеницу третьего класса составили 17 тысяч рублей за тонну. Рост цен за неделю составил 8,3%. Пшеницу фуражную цены составили 14 тысяч рублей за тонну, или на 60% больше, чем в прошлом году. Рост цен за неделю составил 7,7%. Здесь следует отметить, что у нас распоряжением Кабинета министров предусмотрено выделение 25,6 миллионов рублей в качестве компенсации сельхозпроизводителям муки на закупку зерна у сельхозпроизводителей «Чувашской республики». Уборка картофеля ведется в 9 муниципальных районах республики. Собрано 4,5 тысячи тонн, что в два раза больше, чем на эту дату 2020 года. В 10 муниципальных районах республики продолжается уборка овощей открытого грунта. Продолжение следует...